ГОРОДНЫЕ ОКУПАЦИЙНОЕ УЛАДЫ На початку гитлеровцы собрали на территории ЕТА номер один, каля 15 тысяч габрейских квалификованных працовников, а у ЕТА номер два – каля 10 тысяч так званных непродуктивных габреев. Умовы и снования у ЕТА были нечеловечными – один квадратный метр на человека, голод и антисанитария, знясильвающая праца, расстрелы и катаванни. Немецкие нацисты узденичали навязням ЕТА не только физично, а ля намагалися зламить их дух. Историки опавядают про выпадок, каля оккупанты примусили ж гару ЕТА будавать городскую лесвіцу з мацеваў – габрейских надмагильных плит. Лесвіца захавалася до наших дён. У 1943 годі ЕТА были знищены. Большість габреев была накеравана ў лагері смерці Трэблинка і Освенцын. Палова насельництва города перастала існоваць. Пасля вайны пра трагедую габреев долгий час не згадвали. Толькі ў закавяку 1992 года на міцце ў вагоду у ЕТА номер один был сталеваны памятный знак. Меморіальная ошибка злівілася з ініціативы чадыров «Былы гвязня ў ЕТА» на чолі з Феліксом Занманом. У 2012 годі на паўніку був з'ясніны акт вандалізму – невятому я абриліяву фарбай коричневого кольору, што свечыць об нацискім характары акту. Было у нас в городе очень много евреев, довольно много. У нас было несколько синагог. Насколько я помню, одна вот сохранила, сейчас её там восстанавливают. И я знаю, что у нас были известные такие вот люди, они были евреи. Так, вот у нас владели владельцы аптек, известные врачи были евреи. Ну, насколько я знаю, я не уверена, но вроде бы это в память жертвам геноцида. Вот, потому что во время Великой Отечественной войны здесь было гетто, что там было гетто. Это памятная мемориальная доска в честь павших и бывших в гетто. Ну, я думаю, что вообще надо говорить об этом, о том, что такое было, потому что, чтобы больше такое не повторилось. Потому что очень страшно то, что все промолчали, вот, что целую нас уничтожали и все остальные молчали. Так, кто здесь живёт, они же не относятся к этому. То есть они явно не евреи. И им это всё постольку-постольку. Вы знаете, я не знаю, есть ли в городе памятники увековечивающие память белорусов, поляков, украинцев и так далее и тому подобное. Это такой вопрос, почему именно эта национальность? Нет, почему бы не просвещать людей таким образом, потому что, ну, это дополнительный источник информации. Книги мы мало читаем сейчас. Может быть, хотя бы с помощью памятников, таблиц каких-то будем что-то знать. Ну, может быть, он не так заметен окружающим людям, потому что, судя по всему, люди проходят, и мало кто на него обращает внимания. Поэтому, может быть, стоит как-то увеличить, обозначить. В принципе, на нём всё понятно. Другое дело, что он так расположен в углу самом улице, если ты быстренько проходишь. Мимо куда-то, то его можно и не заметить. Я вот живу здесь полгода, и вот увидел её, честно говоря, впервые. Просто я не знаю, чем мотивировать вот эту вспышку. Просто некоторые части молодого населения некуда приложить к своей бушующей юной силе. И они находят что-то, не обязательно это еврейские памятники или там польские памятники. Ну, сложно сказать, потому что везде во всём мире такое существует. Люди верят в какие-то свои, там, какие-то представления свои у них об этом мире. Ну, ничего-то не хватает, надо на чём-то саму трудиться. Если ничего не остаётся, надо же цвет кожи, национальность, да и т.п. Вандализм будет до тех пор, пока общество будет позволять это делать. Вы думаете, вот это была какая-то политическая подоплёка или ещё, что нет, вот это просто разрушить, убить. Это вот есть такой, наверное, возрастной период у людей, когда у них эти эмоции через край идёт и всё. Потому что, наверное, кому-то это выгодно, кто-то в этом заинтересован. Это идеология, это психология, это какие-то интересы, наверняка чьи-то интересы, которые достигаются таким путём, путём, я не знаю, внушения малолеткам каких-то таких странных понятий, ценностей. Люди очень часто бывают зациклены на себе. Они не видят то, что другие люди переживают скорби в то время, как они переживают радость. И поэтому из-за отсутствия взаимопонимания такого-то. Не знаю, мне кажется, это какая-то молодёжь, которая хочет выделиться, потому что, в принципе, большинство людей, особенно в этом городе, они очень разных национальностей, и все приехали, как правило, с разных мест. Человек должен относиться ко всем нациям с уважением, какой бы там ни было. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, ты уважай других. Всё начинается с семьи. Если в семье привьют вот это уважение к старшим, уважение к истории, уважение к городу своему, всё будет хорошо. Я думаю только, что просветительская работа. Никакие здесь видеокамеры, никакие акты устрашения не помогут. Если в каждой школе, в каждом вузе, в каждой, я не знаю, в каждом общеобразовательном учреждении, или не общеобразовательном, просто образовательном учреждении, будет проводиться просветительская работа, как говорят белоруссо-осветницкая, будет разъясняться, почему этот памятник, в честь кого он, для чего он. Я думаю, что таких актов фандализма будет меньше.